На встрече с генерал-майором МВД России Александром Шаховым участники военно-патриотических клубов и юно-армейцы. Молодые люди пришли узнать из первых уст об особенностях работы сотрудников уголовного розыска. Тяжело ли было? Основной вопрос. Я понимаю, что тяжко везде и всю. Как говорится, тяжело в учении и легко в бою. Но и бывают такие случаи, что и в бою тяжело. Были ли критические ситуации, которые представляли, что нужно действовать молниеносно, по щелчку, что нужно было делать? Александр Шахов в органах внутренних дел проработал больше 30 лет. После окончания авиационного института трудился внештатным сотрудником уголовного розыска. В 1983 году был командирован в Тольятти на должность начальника уголовного розыска ОВД Центрального района. Впоследствии был назначен начальником РУВД района. Сейчас Александр Николаевич возглавляет общественный совет при управлении МВД России по Самарской области. Ведет активную патриотическую работу. Признает сообщение с молодежью в радость. Делиться знаниями о профессии и помогать это по-самарски. Это тоже, я считаю, очень важная и нужная работа. Заниматься с молодым поколением, с молодежью, рассказывать и говорить о тех ценностях, которые были и есть в целом у нашего государства, у нашего общества, у народа. Они должны знать, почему мы воевали в Афганистане. Они должны знать, почему мы воевали на Северном Кавказе. Они должны знать, почему наши военные специалисты принимали участие в различного рода конфликтов на территории зарубежного государства. Встреча проходит по проекту «Диалог с героями». Его цель – воспитать у молодого поколения любовь к родине, сформировать уважительное отношение к истории страны. Проект возрождает традиции наставничества. Опираясь на опыт старших поколений, молодые люди могут сделать выбор профессии. Такой формат встречи дает возможность молодежи лично побеседовать с героем, который многого добился, который может поделиться своим опытом. Ну и в частности, это также какая-то профориентационная работа, рассчитанная на то, что дети прекрасно могут понимать, куда они могут пойти служить дальше на благо своей родины. Диалоги с героями в Самаре продолжатся. До конца года состоятся еще несколько встреч. Те, кто не будут присутствовать лично, смогут посмотреть прямые трансляции. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов.